На злобу дня глава региона вновь раскритиковал городских чиновников за медленные темпы благоустройства Наринмара, о чем еще говорили на совещании при губернаторе. Оставил машину, заплати штраф. Возле рапорта Наринмара запретят парковать автомобили на длительное время. С чем это связано и как теперь быть водителем? Трезвая пятница. В региональном отделе ГИБДД подвели итоги очередного профилактического мероприятия. Всего три административных правонарушения и ни одного пьяного водителя. Удивились даже полицейские. Высшая скорость, лучший сигнал. НКС расширяет канал связи для своих абонентов. Чудо из глины. В Наринмаре открылась гончарная мастерская. Об этом не только расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги среды. В студии Олега Танзейский. Новости начинаются. Неэффективная работа городских властей, долги бюджетных учреждений, завершение строительства школы в Индиге и эти другие темы сегодня обсудили на традиционном совещании при главе региона. Особое внимание Александр Цибульский уделил реализации федеральной программы «Комфортная среда». Временно исполняющий обязанности губернатора вновь раскритиковал представителей мэрии. Причина – медленные темпы благоустройства Наринмара. Все подробности в следующем сюжете. Оперативное совещание глава региона начал с доклада о внеплановом выезде в Красное. В поселке Александр Цибульский побывал накануне. Основная цель поездки – проверка качества проведения капитального ремонта в детском саду. По итогам выезда временно исполняющий обязанности губернатора дал ряд поручений Илье Иванкину. Поскольку возникают скрытые дефекты и работы, которые надо выполнять, я считаю, что раз мы уже взяли за капитальный ремонт садика, надо сделать его один раз, чтобы он потом еще много лет стоял, стал современным детским садом и радовал нас и наших детей. Поэтому я прошу посмотреть возможность здесь выделения дополнительных средств, тем более, что все эти средства будут в рамках той экономии, которую мы изначально предполагали по конкурсу и которая произошла за счет торгов. Следующий вопрос, два очень важных, которые мы с вами проговорили, это то, что у нас очевидно этот ремонт выходит за пределы сентября, значит учебный год тот, когда детский сад должен был открыться для детей, у нас переносится. Поэтому мы посмотрели варианты временного размещения детских групп. Надо проработать со всеми надзорными органами, чтобы у них не было замечаний и чтобы дети могли, родители могли своих детей оставлять в комфортных условиях, пока они работают. Там у нас варианты тоже мы посмотрели есть, поэтому здесь под вашу личную ответственность должно это все быть сделано. И третий вопрос, который тоже мы обсудили, я считаю его крайне важным, это вопрос сохранения зарплаты для воспитателей. То, что мы с вами ведем ремонт, абсолютно не значит, что они каким-то образом должны получать за это время меньше зарплаты. Кроме того, Александр Цибульский раскритиковал работу городских властей за провал компании по благоустройству. Напомню, ранее глава региона лично проверил ход реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». По итогам рейда выяснилось, что объекты в поселке Искатели находятся в завершающей стадии, а вот в Нарьинмаре из четырех общественных территорий работы идут лишь на одной. Я хочу сказать, что объекты благоустройства, которые мы реализовывали, в том числе в рамках федерального проекта, у нас прекрасно реализовываются и хорошими темпами, и в графике в поселке Искатели. И, на мой взгляд, у нас есть серьезные проблемы по реализации проекта в городе. Один проект, то, что касается набережной, который мы проводили тогда, общественное голосование, я почти уверен, что в этом так будет сом. И с учетом отмены или проблем с конкурсами по двум другим объектам, имеется в виду сквер перед ЗАГСом и сквер перед МФЦ, у меня есть ощущение, что они тоже не будут сделаны. Или будут сделаны в самый последний момент, перед тем, как будет снег, когда мы уже не сможем принять ни озеленение, ни деревья, ни все то, что требует какого-то времени для устранения потенциальных недостатков. Я считаю, что это безобразие, и я уверен, что властям города придется за это отчитываться перед жителями нашего округа, а я с большим удовольствием тогда буду поддерживать наших жителей и будем принимать какие-то меры. Потому что мне кажется, что есть два муниципальных образования, примерно, находящиеся в рамках финансовых, так и административных условиях. В одном все спорится и делается в срок, в другом не делается ничего, и только рассказывается о том, что за шесть месяцев даже не смогли подготовить документацию к конкурсу. Это безобразие, и выводы будут соответствующие сделаны. Далее придерживались обычного регламента, отчитались заместители губернатора и руководители профильных департаментов. Так Юрий Мурадов доложил главе региона о проведении работ по улучшению на территории Ненецкого округа качества интернета и мобильной связи. У нас оператор МТС провел большую работу, и скорость по замерам составляет на сегодняшний день порядка 50 мегабит в секунду. Это увеличение более чем в 10 раз, и ведь положительные изменения можно почувствовать не только в Наринмаре, но и в других населенных пунктах. Порядка 90%... Ничего не закончено, а ничего продолжается. Эта работа, да, продолжается. Порядка 90% жителей охвачено сетью МТС, она для них доступна. Значит, большую работу за это лето провел Ростелеком, и с июля по настоящее время подключено уже 6 многоквартирных домов. Планируется, что до конца года по одному-два дома будет подключаться к оптоволокну. Значит, по одному-два дома. По одному-два дома. По одному, в день. День, прошу прощения. День, да. То есть, достаточно большими темпами, в скором времени и поселок Искатия частично, и весь город будут охвачены именно оптоволоконной сетью. Она дает скорость не меньше, чем 10 мегабит в секунду. Это тоже в несколько раз выше, чем начальная ритеринка. А вот Евгения Калашника озвучила присутствующим неприятную новость. Несколько бюджетных учреждений подведомственных департаменту образования, культуры и спорта попали в список должников Федеральной налоговой службы. 80% задолженности по линии образования и спорта. Это вот дословно, это дюс-лидер, это школа номер 5, это школа номер 4. То есть, суммы достаточно большие, которые формируют общую сумму задолженности. Я попросила, на самом деле, взять под личный контроль эту ситуацию и в ближайшее время ее разрешить. Если есть какие-то проблемы, как указывает департамент финансов, тогда эту работу нужно провести, потому что мы находимся в контроле, а это, на самом деле, очень важно. Это не долг какой-то, скажем так, деятельности, это долг по взносам, обязательным платежам, и если это бюджетное учреждение, его нужно планировать. Значит, что-то планированное не то происходит. Шла речь и о подготовке Ненецкого округа к осенне-зимнему периоду. В частности, представитель администрации Заполярного района доложил о ходе Северного завоза. По уголю завезли 68%, дров 41%, из топлива 86%, масло 91% от плановых показателей. Но осталось Печора и три населенных пункта – это Каратайка, Варна, Пушкара, это море. То есть все в графике, проблем не будет. Продолжается и поставка материалов для ведения работ на одном из долгостроев – школе в Индиге. По информации Александра Лидера, на сегодняшний день из 12 барж две уже завезли в поселок все необходимое для строительства. Сейчас на объекте трудятся 22 человека. До окончания работ долгострой будет оставаться под пристальным вниманием профильного департамента. Алина Ваучейская, Антон Водряков, Телеканал Север. Важная новость для местных автомобилистов. Возле Нелинмарского аэропорта запретят длительную парковку транспортных средств, пишет информагентство НАУ-24. Нововведение вступит в силу с 27 августа. Все оставленные автомобили будут эвакуированы, говорится в сообщении. Это делается из-за недостатка свободных парковочных мест, многие из которых сейчас заняты брошенными автомобилями. Они стоят там уже не по одному месяцу. По нашим подсчетам, на сегодняшний день у здания аэропорта брошены более 50 машин. Хотя в Нелинмаре за 200 рублей можно из любого конца города приехать на такси, а машину оставить у дома. Помимо этого, не стоит забывать о транспортной безопасности. Ведь мы не знаем, что может находиться в оставленных машинах. Поэтому, когда на территории появятся соответствующие дорожные знаки, мы будем вызывать наряд ДПС, эвакуатор и убирать брошенные машины на законных основаниях. Вплотную займемся этим с сентября. Парковать свои машины рядом с воздушной гаванью водителям запретят в период с 21 часа до 6 утра. В перспективе Нелинмарский авиаотряд собирается сделать часть парковок платными. Однако это потребует серьезных вложений, поэтому руководство предприятия приглашает в диалогу предпринимателей, готовых реализовать данный проект. Сотрудники госавтоинспекции подвели итоги профилактического мероприятия. Нетрезвый водитель. Очередной рейс состоялся в минувшие выходные. За несколько часов полицейские остановили и проверили 62 транспортных средства. Зарегистрировано всего три административных правонарушения, а вот водителей, управляющих машиной в состоянии алкогольного обвинения, не выявлено. В ГИБДД заявили, это хороший показатель. Местные автовладельцы стали реже употреблять за рулем горячительные напитки. В ходе мероприятия также члены общественного совета и автополицейские проводили профилактические беседы с участниками дорожного движения. Также распространяли памятки об проявлении гражданской активности в отношении трезвых водителей, а также об условиях оформления мелкого ДТП по европротоколу. Эти памятки раздавались и водителям, размещались на доске объявления, также на автозаправочных станциях. К другим новостям. Ненецкая компания электросвязи расширит канал связи, который она арендует у Ростереком, и благодаря этому улучшится качество предоставляемых услуг, в том числе интернета, для абонентов НКС. По словам руководителя унитарного предприятия Владислава Пескова, в декабре прошлого года компания, цитирую, уперлась в потолок своего канала. Пришлось срочно вести переговоры с Ростерекомом о его расширении, однако там ответили, что такая техническая возможность пока отсутствует. Решить данный вопрос помог временно исполняющий обязанности губернатора Александр Цибульский. Напомню, это произошло в мае на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда возможность увеличения объема канала связи для провайдеров Нининского округа глава региона обсудил с президентом Ростерекома Михаилом Осиевским. Последние предложения поддержал. Воспитанников Красновского детского сада на период ремонта здания разместят на территории новой школы. Такое решение принято во время внеплановой рабочей поездки в поселок Александра Цибульского. Она состоялась накануне. Напомню, капитальный ремонт в дошкольном учреждении проводится впервые. Все работы там идут строго по графику. Договор с подрядной организацией был подписан в конце июня. На данный момент уже полностью демонтированы системы отопления, а также электропроводка и вентиляция. 29 июня был заключен контракт с капиталстройного, с Абакарловым Аскандером. Так, ну и начались работы. В принципе, остались вот стены и чердачные помещения. Поручение отремонтировать детский сад Александр Цибульский дал в ходе своей поездки в поселок в минувшие весной. Это первые масштабные работы по модернизации объекта с момента его постройки. Здание появилось в 80-м году. Оно представляет собой двухэтажное строение в кирпичном исполнении с железобетонными перекрытиями. Контракт на выполнение работ обошелся окружному бюджету в 35,5 миллионов рублей. Качество ремонтных работ контролируют сотрудники централизованного строя заказчика и специалисты департамента образования. Три раза в неделю они выезжают на место. По условиям контракта сдачи объекта не позднее 27 октября. Только тогда около ста воспитанников поселкового детского сада вновь зайдут в уже обновленное здание. В столице региона появилась первая гончарная студия. В минувшие выходные ее открыла местная бизнесвумен. Для жителей округа там провели бесплатные мастер-классы, полепки из глины, чашек, тарелок и колокольчиков. Простой, казалось бы, на первый взгляд занятие требует в первую очередь терпения и аккуратности. В этом убедилась и моя коллега Людмила Сидейская. Из этого пуска глины можно смастерить чашку, тарелку или свистушку. Сейчас я попробую слепить пиалу за гончарным кругом. На первый взгляд лепить просто, но надо обладать определенными навыками. Впрочем, новичкам не стоит волноваться, потому что на помощь придет мастер. На изготовление этой пиалы мне потребовалось 20 минут. Одно из главных правил лепки за гончарным кругом – руки должны устойчиво держаться на коленях. Но для того, чтобы изготовить настоящий шедевр при работе с глиной, необходима не только сила, но и аккуратность. Потихонечку, аккуратненько гладим глину и ведем наверх. Полина Широкова – мастер-керамист. Своему ремеслу она посвятила уже пять лет. Девушка признается, она всегда хотела заниматься творчеством и ни в каком другом направлении себя не видела. Поэтому после школы поступила в художественный институт. Поняла, что глина – это великая вещь, интересная. Потому что в школе все-таки, когда преподают и говорят слово «керамика», ее немножко, мне кажется, свойства какие-то принижают. А там, в институте, я поняла, что это на самом деле не все так просто. Это надо иметь действительно очень большое мастерство. По словам мастеров, лепка из глины – это не только увлекательно, но еще и полезно. Такое занятие помогает расслабиться и поднимает настроение. Неудивительно, что у первых посетителей мастерской впечатления от процесса изготовления посуды только положительные. Я впервые работала с глиной именно на кончарном круге. До этого я здесь же пробовала лепить руками. Когда из кусочка глины лепится тарелочка. Это космос. Я думала, у меня ничего не выйдет. Ну, то есть, что получится просто комок непонятный. Ну, и миска вышла симпатичная. Сейчас вот ее обжигать должны. А чашка вообще почти натуральная. В магазине классная. Также для всех желающих провели мастер-класс по изготовлению тарелки в форме рыбки. С помощью специального станка глина принимает форму тонкого пласта. Затем из него вырезают фигуру и начинают раскрашивать специальными красками. Когда изделие готово, ему сначала дают высохнуть, после чего обжигают в печи. Ну, во-первых, новое – то, что она работает с глиной. Наверное, да. Рисует, да и как бы в коллективе интереснее, чем дома. Ну, у меня, наверное, то же самое. Я в первый раз работаю с глиной. Идея открыть студию керамики в Наринмаре у Екатерины Тарасовой появилась в начале этого года. Пройдя курсы гончарного дела, девушка была уверена – лепка из глины заинтересует всех, кто дружит с фантазией и любит пробовать что-то новое. И уже взрослым даже сделать себе домой какую-то классную посуду, потому что всегда же хозяйка хочет выделиться и удивить подруг, которые пришли в гости, и сервировать, например, тот же сыр на красивой тарелке оригинальной, или подать ту же рыбу на стол праздничный в тарелке в форме рыбы, раскрашенной своим каким-то по своему видению. И даже могут быть какие-то, не знаю, семейные изделия, то есть, например, там с надписями «керамика», она ведь вечно, она хранится очень долго. Все желающие могут не только посетить разовые мастер-классы, но и записаться на курсы гончарного творчества. Научиться лепить из глины приглашают не только взрослых, но и детей. И в завершении выпуска белые медведи как живые индикаторы благодаря хищникам стали доступны новейшие исследования климатических изменений в Петербурге. Состоялась пресс-конференция в режиме телемоста «Санкт-Петербург-Москва-Мурманск», посвященной программе мониторинга климата в Арктике и первым результатом изучения передвижения белых медведей на Ямале. Тему продолжат наши коллеги. Духота, солнечные ожоги, отсутствие аппетита и низкая работоспособность. Такой букет нам преподносит жаркая летняя погода в городе. Люди привыкают к подобному режиму, а животным приходится помогать. Белые медведи лишний раз даже нос не показывают солнцу. Облегчают сезонные испытания водой и добрым словом. Наша взрослая медведица Услада довольно неплохо себя чувствует. Купается не так уж и часто. Большую часть времени просто отдыхает на берегу Харчаново. Переносит замечательно. Аппетит у нее великолепный. Терморегуляция, естественно, у них устроена так, чтобы чувствовать себя комфортно. Также им помогает охладиться вода. Двухразовое питание, СПА-процедуры, прогулки и сон. Таков распорядок дня белых медведей Ленинградского зоопарка. Можно лишь позавидовать. А вот диким собратьям приходится адаптироваться к новым условиям. Климат в Арктике стремительно меняется. Год от года площадь морских льдов в летний период становится все меньше. В советское время Арктику даже называли кухней погоды. Так как явления в этом регионе влияли на погоду во всем мире. Изменения климата мы наблюдаем повсеместно. Аномально теплые и аномально холодные зимы. Конечно, сейчас в Арктике значительно теплее. И площадь многолетних льдов сократилась по сравнению с предыдущими программами. И что в частности явилось причиной закрытия программы дрейфующих станций. Не найти подходящего льда, который бы выдерживал станцию долгое время. Белым медведям деваться некуда. Арктика – их дом. А потому приходится адаптироваться. Их основная кормовая база – нерпы и тюлени, которых они добывают, охотясь на льдах. Сейчас хищники все чаще вынуждены выходить на побережье. Это зафиксировали и специалисты Российской академии наук во время изучения белых медведей на Ямале. Двух самок даже удалось окольцевать, чтобы следить за ними в режиме реального времени. Все больше медведей на островах в Российской Арктике остается в летний период. И как медведи переживают этот сложный для себя период, как они находят питание, как они выживают, каково их поведение – это была основная цель этой экспедиции. Ученые собрали пресс-конференцию по итогам экспедиции, чтобы еще раз подчеркнуть важность своих исследований. Белые медведи являются индикаторами климата в Арктике. Очевидно важно в течение очень длительного времени изучать одни и те же популяции, для того, чтобы видеть, как они адаптируются к меняющимся условиям. А условия меняются очень активно в настоящий период. Для того, чтобы прогнозировать судьбу таких популяций, видов и экосистем в целом. Большую часть исследований, в том числе молекулярно-генетических, еще предстоит провести в лаборатории, чтобы оценить карскую популяцию белых медведей, их численность и состояние здоровья. Полевой сезон на Ямале продолжат в следующем году. Евгения Ханбекова, Виталий Баженов, Санкт-Петербург. Такова информационная картина этого дня. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok